В эфире новости Дагестан, в суде Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Мусор, течи и бездорожье. Жители поселка Учхоз в Махачкале жалуются на ненадлежащее состояние местной территории. Приятные покупки детям, немалые расходы родителям. Во сколько обходится собрать ребенка в школу, узнавали наши корреспонденты. Новые требования Королевства Саудовской Аравии. Желающим совершить хадж в следующем году, важно уже сейчас начать подготовку. Расширяем границы. Новый филиал спортклуба единоборств Universal Fighters открылся в селе Раблинское Дербенского района. В поселке Учхоз жалуются на ненадлежащее состояние местной инфраструктуры. Жильцы 6-й вагонной улицы отмечают, в поселке регулярно возникают проблемы с утечкой канализации и скоплением мусора. Но наиболее остро стоит вопрос о состоянии дорог. По их словам, несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, ситуация остается без изменений. Всего каких-то три дня и во всех школах прозвенит первый в году звонок, символизирующий начало учебного года. Но за всей этой важностью события кроются немалые хлопоты. Сколько стоит собрать ученика и как изменили сцены на школьную форму, канцелярские принадлежности по сравнению с прошлым годом? Смотрите в сюжете Хадежи Хаббас. У Карбонали Алоярова сын идет в третий класс. Раньше покупки они совершали на рынке, но в последнее время перешли на магазин, потому что выбора больше, отмечает отец мальчика. На мальчика примерно выходит 7-8 тысяч. Что вы покупаете туда? Покупаем форму, рубашку, брюки, черные туфли. Ну и дневник, тетради, ручку, карандаши. А вот многодетная семья Магамедхановых приобретает максимальный пакет необходимого для школы почти на год вперед. Форму, одежду купили, да. На двоих, да? На двоих, да. А сколько вышло? На двоих, наверное, тысячи 70. По две брюки, по три рубашки. Тоже на весь год, да? Ну, на весь год не получится, конечно, там надо будет покупать еще вещи, но там зимние туфли, все это тоже надо будет. Ну, тебе даже сколько надо будет? Ну, тысячи 70. Осень чем-то, да, говорите? Осень чем-то будет. Подготовка к новому учебному году превращается в серьезное финансовое испытание для многих семей. Сейчас комплект школьных принадлежностей обходится дороже, чем годом ранее, но все же не настолько, как можно было бы ожидать, комментирует сотрудник детского мира. Например, если они берут и форму, губашку, брюки, юбку, сарафаны, там, например, для девочки, мальчика, и канцелярию, там от семи до десяти входит на одного ребенка. А цены сильно изменились по сравнению с 2023 годом? Незначительно. Как отмечают родители, торговцы завышают цены к первому сентябрю, что сильно усложняет им жизнь, особенно если детей в семье несколько. Некоторые из них покупают только самое необходимое в первые дни учебного года, остальное докупают в процессе обучения. На ребенка в среднем уходит 1020, наверное, а так-то все индивидуально, но лично у меня. По сравнению с 2023 годом, наверное, сейчас у всего подорожало. Все равно. Ну, на сколько примерно в прошлом году? Ну, на тысячу пять, наверное. Ответ на вопрос, в какую сумму все-таки обойдется собрать ребенка в школу, неоднозначный. Каждый ограничивается по мере своих финансовых возможностей. Помочь малоимущим гражданам, сохранив цены на приемлемом уровне, либо усложнить жизнь, повышая их, вопрос остается на совести предпринимателей. Хадиджа Хавас, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Хузахском районе прошел фестиваль старинных ковров. Мероприятие собрало более 150 человек, среди которых были и туристы. Для гостей и местных жителей мастера из села Ках провели мастер-классы по плетению изделий и устроили фуршет из национальных блюд. История гласит, что это был один из самых активных видов искусства вселения. Не было семьи, у которой в доме не висел бы безворсовый давагин. Но, к сожалению, со временем ремесло начали терять. В связи с этим отдел культуры Хузахского района планирует возродить ковродкачество и, более того, сделать его брендовым проектом района. Компания «Эффект Девелопмент» запускает специальную реферальную программу, которая позволяет заработать на рекомендациях недвижимости. Теперь вы можете получать до 50 тысяч рублей за каждую успешную рекомендацию. Предлагайте квартиры и коммерческие помещения компании своим друзьям и знакомым. Заполняйте регистрационную форму на сайте effectdevelopment.ru и следите за процессом сделки. Вознаграждение от 20 до 50 тысяч рублей будет начислено после завершения покупки в зависимости от типа приобретенной недвижимости. Программа доступна всем, кроме действующих сотрудников компании и их ближайших родственников. Прием заявок на хадж начался. И все, кто желает посетить Святые Земли в следующем году, важно уже сейчас начать подготовку, отмечают в компании «Марватур». Связано это с тем, что по новым требованиям Королевства Саудовской Аравии выдача виз прекращается задолго до наступления времени паломничества. Все те, кто планирует совершить хадж в 2025 году, если у кого еще не готовы загранпаспорт, а загранпаспорт, напомню, требуется именно биометрический. Необходимо уже сейчас заниматься подачей заявок на получение паспорта, потом с паспортами обратиться уже к нам, для того, чтобы своевременно попасть в основную квоту, чтобы не опоздать с этими заявками, чтобы мы успели вовремя и обработать заявку, подать ее в Министерство хаджаевской Аравии, получить визу для паломника, чтобы он благополучно со всей группой уже вылетел. Возрастных ограничений нет, а цена на поездку будет зависеть от курса валют, а также от стоимости предоставляемых услуг в самом Королевстве Саудовской Аравии. Минимальная стоимость по программе эконом составляет около 5000 долларов. В этом году немного стоимость хаджа изменилась, но еще раз напомню, что итоговая стоимость в рублях, она в любом случае зависит от курса доллара на момент оплаты паломникам. Поэтому, если курс доллара в течение года будет расти, к сожалению, хадж станет немножко дороже. Курс будет падать, то есть, соответственно, хадж будет более доступный и дешевле для паломников. 950 лет исполнится легендарному медресе Низамия, расположенному в селе Цахур Ратульского района. Об этом было сказано на встрече муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди с представителями Цахурской долины. В связи с этим селяне планируют провести масштабное мероприятие. Они обратились к шейху с просьбой провести его под эгидой муфтията Дагестана. Духовный лидер выразил готовность оказать им поддержку. С просьбой поблагодарить вас за перезидание книги шейха Усмана Афанди от Цахури. Огромное спасибо вам. Просьба к вам. Вы знаете, мы в следующем году хотим отметить 950-летие нашего медресе. Это вы знаете по истории. Это 6-7 по значимости медресе в мире. Низамия. Низамия. Мы сейчас проводим буквально противоаварийные работы, ребята, за счет частных средств. Это мероприятие, которое мы готовим к 950-летию нашего медресе. И это мероприятие было бы желательно, чтобы провели под эгидой муфтията, под эгидой газеты Ас-Салам, газеты Ну и общественности. Провести хорошее мероприятие здесь, в Махачкале. И то, что касается мероприятий, это очень важно. Это не мероприятие, которое касается Ахурской долины. Это мероприятие, которое касается всего Дагестана. Также в ходе встречи гости рассказали о том, как обстоят дела с религиозным просвещением в их районе. В свою очередь Ахмад Афанди отметил, что ислам – это корабль спасения. До перестройки, ну, можно было бы сказать, ислам там государством преследуется. А после перестройки же мы же видим все дороги открыты, потому что от ислама только идет добро. Вот это вы сами чувствуете, вот то, что 950 лет тому назад именно в Захуре был эта мадраса. Именно в Захуре. Ваши предки до такой степени, наверное, были такими достойными людьми, что вот эта мадраса, институт именно Аллах туда определил. И о спорте. Спорт-клуб Universal Fighters расширяет свои границы. Новый филиал Академии единоборств открылся в селе Араблинско-Дербенского района. Теперь азы грэплинга и других видов спорта здесь могут познавать не только местные дети, но и ребята из безлежащих сел. В течение трех лет мы этот зал строили, у нас получилось. Мы надеемся, что с нашего зала будут выходить хорошие и великие спортсмены. У нас есть такая цель, не только чтобы выходили хорошие спортсмены, но и чтобы выходили хорошие люди. В день открытия зал посетили титулованные спортсмены, богословы и другие гости. В беседе с молодежью села в основном говорили о важности занятий спортом, как об альтернативе вредным привычкам. После официальной части титулованные спортсмены провели мастер-класс. Зал был 3х4, там было человек 20-30 даже бывало иногда, чтобы места не было. Чуть больше расширяли, расширяли на метр, куда-то потяг, другой класс переходили. Зал настолько был маленьким. Сегодня для вас создали хозяева этого места, вот этого участка и вот этого спортзала. Хочу их в первую очередь поблагодарить за то, что вам создали такие условия. На самом деле, в этом селе это как находка. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok